Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Как лишение лицензии Татфонбанк отразится на других банках республики? Насколько выросли в Татарстане цены на лекарства? Сколько в республике получают ученые? Президент Татарстана заверил в надежности Акбарсбанка. По словам Рустама Миниханова, над этой кредитной организацией ведется строгий контроль со стороны Минфина и главного акционера. Поэтому слухам в соцсетях и мессенджерах о проблемах нельзя верить. Также глава республики добавил, что ситуация в Акбарсбанке совершенно иная, нежели та, которая сложилась в лишенных лицензии Татфонбанке и Интехбанке. Это другая история. Акбарсбанк всегда был уполномоченным банком. Все наши средства, которые связаны с бюджетом, они находятся там. Там, конечно же, у нас очень жесткий контроль, в счастье, и со стороны Минфина, казначейства, и со стороны главного акционера связи Инвест-Нефтехима. Что касается Акбарса, здесь я могу официально заверить, что каких-либо... Центральный банк проверял все те замещания, которые были обозначены, и мероприятия, которые есть по Акбарсу, все они решаются. Я могу заверить, что каких-либо опасений по Акбарсбанку быть не может. Он всегда был нашим уполномоченным банком. И в продолжении темы. Отзыв лицензии у Татфонбанка не повлияет на работу Тимирбанка. Так, по крайней мере, заявили в последнем. По сообщению банка, он продолжает функционировать в стандартном режиме. Это касается и обязательств по вкладам, включая выплату процентов. Напомним, Татфонбанк был санатором Тимирбанка. Если у первого ЦБ на днях отозвал лицензию, во втором была лишь введена временная администрация АСВ. За год ценные лекарства в Татарстане выросли на 3%. По России же рост составил 5%. По данным регионального Минздрава, в среднем татарстанец тратит за год в аптеках 7 789 рублей, а россиянин же 7 717. Больше всех в республике покупают лекарства казанцы. Они тратят на них порядка 9 тысяч год. Меньше всех жители Тукаевского района. Они оставляют в аптеках полторы тысячи рублей. При этом власти рекомендуют аптекам создавать витрины с дешевыми российскими лекарствами, чтобы покупатели могли видеть и недорогие аналоги различных препаратов. Задача, которую мы перед собой ставим, которую будем ставить перед аптечными работниками, это полное фармацевтическое консультирование обо всех имеющихся аналогах, дженериках, фармацевтическое консультирование по вопросам формирования цен, чтобы, приходя в аптеку, наш пациент мог получить весь спектр лекарственных препаратов, предложили, начиная от самых дешевых дженериков, и чтобы мог подобрать себе необходимые лекарственные средства, исходя из своих финансовых возможностей. Школьные столовые казани могут полностью перевести на безналичный расчет. С таким предложением выступили в мэрии столицы Татарстана. Здесь считают, что мелочь в карманах школьников является лишним соблазном. Кроме того, казанские власти уточнили, что в столовых детских садов нашли нарушение почти на 350 тысяч рублей. В школах Казани их сумма составила уже 4 миллиона. Средняя зарплата татарстанского ученого – около 28 тысяч рублей. Такие данные привели в Росстате. Согласно им, среднемесячный доход научных сотрудников России составил более 32,5 тысяч рублей по итогам прошлого года. Самая маленькая сумма зафиксирована в Дагестане – лишь около 16 тысяч. А самая высокая – в Чукотском автономном округе – более 75,5 тысяч рублей. Это были новости экономики. До встречи.